С музыкой навсегда. В детской музыкальной школе имени Балакирева состоялся концерт, посвященный Международному Дню Музыки и Всемирному Дню Учителя. День Музыки – это не только профессиональный праздник музыкантов, композиторов и певцов, но и большое событие для всех ценителей прекрасного искусства. Место проведения ежегодного концерта выбрано не случайно, ведь именно в стенах музыкальной школы профессии музыканта и учителя сливаются воедино. Выступать сегодня будут у нас лауреаты международных, всероссийских, республиканских конкурсов, дети, ученики и преподаватели. Программа у нас очень разнообразная составлена, у нас сегодня прозвучают композиторы всех эпох, всех времен и стран, также музыка от 18 века до современности. Зрителей ожидали выступления скрипичного ансамбля и дуэта виолончелистов, балалайка и сольный вокал, ансамбль народных инструментов и фортепиано, музыка Рахманинова и Серенада Шуберта, вальса и арии. Зрители могли услышать как классику, так и более поздние музыкальные произведения. Михаил Бурцев связан с музыкой с самого детства. В шесть лет, пока остальные дети спали во время тихого часа, он вместе с преподавателем занимался фортепиано. Позднее Михаил поступил в музыкальную школу и стал заниматься вокалом. Далее музыкальный колледж, консерватория и пост директора детской музыкальной школы. Исполнитель – это посредник между композитором и слушателем. Он должен передать чувства, заложенные в произведении. Музыка – это то искусство, которое позволяет изображать, в отличие от других видов искусств, мир в звуках. То есть это, соответственно, для человека развитие его слуха, его слуховой памяти, его мышление меняется. Музыканты думают и чувствуют по-другому, нежели все. Этим концертом детская музыкальная школа имени Балакирева открыла октябрьскую программу. В ближайшее время планируется концерт, посвященный 225-летию Пушкина. Никита Белямов, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, Служба новостей, СРО-24.